Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Михалыч Топи Геймс. И как вы видите, я нахожусь возле рейдеров. У нас все задания, ребят, выполнены. И мы отправляемся на долгожданный рейд с аккаунтом у Халыча. Нажимаем, ребят, завершить. И надеюсь, вы не забыли поставить свой самый лучший лайкосик. Спасибо всем заранее. Нажимаем завершить. Окей, 107 ребят репутации. И давайте обратим внимание все-таки на лекаря. Лекарь имеет вот такую вот штуку странной ягоды, которая словно компас указывает вам, где оружие побольше лежит. Надеюсь, оно нам поможет в этом рейде. Давайте посмотрим. Итак, ребят, эффект от странных ягод. Шанс найти оружие увеличилось на целых 5%. И действие целый час. Думаю, этого нам достаточно будет для того, чтобы провести полностью весь рейд. И что вот я заметил, прежде чем отправиться на рейд. То, что там запаса немножечко воды у нас мало. Но у нас всего лишь две аптечки. Поэтому нужно будет сейчас быстро метнуться и найти, где же у нас тут аптечки. Где же? Где же вы? Ну, где же вы аптечки? Ну, блин. Вот, ребят, аптечки. Мы быстренько сейчас все это добавим. И отправимся на рейдец базы выжившего. Так, рейдец, трындец. Надеюсь, в Чопере ничего нет. А, блин, ребят, извините, что, конечно, забыл еще с прошлого рейда выложить все из ящиков. И мы, ребят, как говорится, сейчас быстрым, самым быстрейшим образом. Так, катана это, вернее, мачет это, в принципе, нам не нужно. Отправляемся на рейд. Несмотря на то, что запаса бензина так уж маловато. Я думаю, что с помощью энергии неплохо добраться до базы, которую нам предложат рейдеры. Мы нажимаем показать это Амир. Ребят, почему эта база мне так знакома? Давайте посмотрим, что же Амир приготовил нам на сегодняшний день. Что же за Амир? Что же за база? Что же за лут? Что же вообще за стены? Все это мне интересно. И вот буквально через несколько секунд мы это все, ребят, узнаем, увидим. Надеюсь, здесь не будет стальных стен. И мы, как бы, хоть что-то заберем с этого рейдиса. Так, прибыли на место. Что здесь? Ага. В принципе, деревянная база. Сказали бы вы, ну, блин, а что тут такого? База деревянная, туда-сюда. Но я тоже думаю, что, может быть, здесь ничего и не быть. Но, тем не менее, попробовать рейдить-то нужно. Давайте попробуем вот зарубиться вот за этой сушилкой кожи. Может быть, как говорится, будет барьерчиком для зомбятинки. Вот, зашли мы на базу. Сразу же давайте оголим всю базу, чтобы видеть, где и что здесь спрятано. Еще один ящик, надеюсь. Ну, я так понимаю, что и ящик, и вот эта сушилка должна быть совершенно крутым барьером. И мы с удовольствием... Ай, гля, ребят. Все отлично. Три. Еще три. Восемь ящиков. Восемь на восемь, шестьдесят четыре. Шестьдесят четыре шума мы поднимем, а у нас... То есть, мы свободно можем вскрыть все ящики, не боясь того, что громила придет и будет нас ругать. Ну, то есть, громила вообще, в принципе, не должен прийти. Не поднимется максимальное количество шума, и мы с удовольствием сейчас все надбиваем. Мало того, что громила не придет, так еще и вообще и зомбятина не должна прийти. В связи с тем, что просто... Да, вот. Именно ящик является барьером на данном рейде. Ну, ничего. Этот ящик мы забахаем в самом конце. И только в конце будем наслаждаться тем лутом, который лежит в ящике. Прежде чем это все сделать, наверное, взорвем зомбятину всю С4. Так, ну что. Пора, наверное, наслаждаться первым лутом. В первом ящике. Ну, было, конечно, немножечко предсказуемо увидеть здесь что-то. О, смотрите, как они дружненько подошли все к стеночке, чтобы попытаться достать ко мне своими короткими ручонками. Ну, здесь, наверное, что-то с кожей и... О, смотрите, да ладно шоколадно. Ну, это как бы не беда. У нас есть еще достаточное количество ящиков. О, ребят, журнал! Зор, журнальчик, это всегда приятно. Талончики тоже неплохо. Это все нам, в принципе, надо. И изолента тоже берется в связи с тем, что изоленты, как всегда, как говорится, всегда не хватает. О, микруха и часть двигателя. Это все чинно-благородно. Поехали. Следующие ящики. Опа, ребят, это совсем неплохой лутецкий. Глок 17. Круто. Два дробовика. В принципе, дробовик считается, на моем мнении, наверное, самым, самым крутым, ребят, оружием, которое использовать можно в Last Day on Earth Survival. Так, давайте уничтожим немножечко ягод. Это все заедем сырыми грыбами съедобными, несмотря на то, что они сырые и съедобные. Несмотря на то, что они съедобные, они сырые. Вот так вот будет проще. Так, два дробовика, два разрушителя. В принципе, разрушители тоже оружие, бомба, ракета, ребят. Я вам скажу, что очень рад, что нашел я на этом рейде. У нас продолжение еще длится. И как бы хлопаясь. Опа, ребят, это шлемак. Футбольный шлемак у меня уже подгулявший после прошлого рейда. Стараюсь, конечно, их экономить и одевать только на рейды. Но я так понимаю, что доски, изолента и бреха, вот это все останется здесь. Причем не на... Короче, останется пока что здесь. И нужно будет как-то выбираться сейчас, чтобы забрать просто весь лут, который здесь имеется. Но давайте сразу же уничтожим весь крепкий алкоголь. Как говорится, чтобы освободить место. Чтобы сделать мне с этими всеми зомбятинами. То есть, получается еще один красный талон. Блин, и аптечки, и все. И вот это хотелось бы тоже. Ну, эмочка, естественно. Естественно! И так же у меня есть возможность... Ну, давайте попробуем сделать... Где мой чоппер вообще? Я, если честно, не помню, куда я приехал, блин. После такого увиденного лута я не сразу же смогу вспомнить, где мой чоппер. Да, даже спринт не хватает мне. Не хватает мне немножечко. Ага, вот он. Ну, наверное, все-таки не успею я, ребят. Не успеть мне... Единственное, что я могу расстрелять вот так их. Не получаю никакого урона. То есть, чтобы экономить бронь. Смотрите, мы опять вот делаем так. И расстреливаем их. Хотя можно было что-то придумать и поковарней, поинтересней. Типа, может быть, загнать их всех в вольер. Но вы сами понимаете, они потом могут вас зажать там в том вольере. И просто сделать, что захотят с таким вот телом выжившего в постапоклиптическом мире. Эти сильные, здоровые зомбяшки. Ну, а мы как бы уничтожили, не получив никакого урона. Что там у меня есть? Теперь нужно бензин. Однозначно туда кинуть. Пока что вот так вот сделаем. Выложим, давайте, всё в чоппер. Потом уничтожим этот ящик. Так, чоппер у меня там, я уже помню. Так, давайте ускорение. Спринт используем. Так, что? Ну, вот смотрите, как знал, как знал, что можно не заправлять чоппер. Так, что? Ну, естественно, наверное, сишки поедут домой. В связи с тем, что на этой базе... Блин, нельзя применить этот журнал, конечно. Пускай будет. Всё-таки говорят, что, может быть, введут онлайн. Первые признаки онлайна уже есть. Я думаю, что можно будет как-то передавать это всё. И журналы передадутся тем людям, которые, в принципе, не имеют максимальное количество... Как исследование сосновых лесов. Ну, вообще, лесов. Навык, у кого ещё чоппер не открыт. Так, ну что. Мачете. Хотя, если честно, ребят, можно поспорить, что лучше взять топор или вот этот мачете. Это где он? Он вообще вверху, наверное, не... Мачете крафтится... В принципе, так же, как и топор. Ну, а мы пришли на рейд, так что будем забирать по максимуму. Здесь тоже ничего особенного. Походу, осталось мне забрать только то, что лежит в том ящике. Вообще, сделаем вот так вот. Может быть, ничего там интересного не найдём. Проверим, всё ли мы забрали. Потому что я могу... После того, как я увидел такой вот лут, я могу быть немного рассеянным. И даже сделать какую-то глупость. Надеюсь, зомбяшки не придут. Ну, вот, ребят. На этой ноте, на этой ноте, я думаю, можно заканчивать этот рейд. Так, спринт есть. Ещё раз проверяем, что можно было бы взять. Давайте, может быть, где-то целый топор, который бы я оставил. Топора тоже я не вижу. Блин, что делать? То есть, всё-таки, барьером была сушилка. Можно было бы сразу её надбить. Два ключа. Пока что, по плану, я возьму, наверное, два ключа. Вместо надбитого топора, да? Или можно, в принципе, этим топором ещё снести не одну стеночку. Но ключи, как говорится, может быть очень и очень нужным ингредиентом для дальнейшего выживания. Поэтому, ребят, отправляемся. Опа, спринт! Делай ноги! Нужно было атлет меньше хавать к атлету. Беги-беги! Run forest! Run for life! Так, ну что, ребят. Мы выбегаем на глобальную карту. Осталось, по-моему, единственное, что сделать, это поделиться с нашими райдерами. База не совсем плохая. Да, ребят, эта база крутая, я вам скажу. Не, конечно, не та база, которая хотелось бы, чтобы постоянно, как на прошлом видео, я зарейдил читера, злостного читера. Ребят, хотелось бы, конечно, чтобы такие базы попадались каждый раз. Но такого, в принципе, не может быть. И после того, как мы зарейдили очень крутую базу читера, вот такой вот лут. Я скажу вам, это тоже неплохо, это тоже хорошо. Это даже лучше среднего, мне кажется. Даже вот так вот. А мы приходим и надеюсь, что сейчас что-то найдём быстренько, что отдать нашим райдерам. Потому что я, если честно, не готовился. Не готовил ничего, что нужно было бы подать нашим райдерам. Так, где? Ну, райдеры, как вы видите, стоят. Помнишь наш уговор, типа, по-братски, давай там, типа, неси сюда всё, что там, типа, награбил. Здесь, в принципе, ничего я не вижу. Здесь тоже такого я ничего не вижу. Единственное, что ключи состыкуем и талончики. А вот здесь тоже, в принципе, талоны. Талон, как вы помните, что в прошлый раз один всего лишь талон удовлетворил все требования рейдеров. Полностью все. Похоже на правду. И как бы я готов тебе два талона. Но я понимаю, что этот раз двумя талонами не обойдёшься. Это что, шутка? Да ладно, ты что, офигеливай или что? 12 талонов. Ну, 18. Всё. 25 талонов. Это максимально... Ого, ребят. Походу меня сегодня разденут. Пофиг, 32 талона. Ну вот, можешь видеть, когда хочешь. Нажимаем, ребят, делиться. Машем нашим рейдерам ручкой вслед. Надеюсь, вы в следующий раз базу принесёте не настолько хуже, чем эту. А с вами тоже, ребят. Хотел бы я попрощаться. Не забывайте ставить лайкосик. Подписаться, если вы ещё не сделали. И увидимся мы в следующем видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон». Субтитры подогнал «Симон». Субтитры подогнал «Симон».